Владимир Анатольевич Морозов. Родился 19 марта 1982 года. В 1997 году окончил школу 16 города Электрогорска. С 1997 по 2001 годы учился в Московском областном политехническом колледже. В 2005 году окончил Московский институт стали и сплавов. В 2005, 2010, 2013 годах проходил курсы переквалификации и повышения квалификации по специальностям, инвестиции и инновации, государственное и муниципальное управление, менеджмент в социальной сфере. С 2007 года работает в отделе социальной защиты населения городского округа Электрогорск. С 2013 по 2014 годы директор ООО «Навигатор Плюс». В 2014 году назначен на должность заведующего отделом социальной защиты городского округа Электрогорск. Холост. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Гость в студии». С 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон от 28 декабря 2013 года номер 442 ФЗ об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации. И мы сегодня говорим с заведующим отделом социальной защиты городского округа Электрогорск Владимиром Анатольевичем Морозовым. Здравствуйте, Владимир Анатольевич! Здравствуйте! Нашу беседу хотелось бы начать с новых понятий, которые введены в законе. Например, получатель и поставщик социальных услуг. Да, новый закон обуславливает новые понятия. У нас появился получатель социальных услуг и поставщик социальных услуг. Поставщики, в свою очередь, у нас делятся на три категории. Это стационарные учреждения, полустационарные учреждения и нестационарные учреждения. То есть, у нас в городе Электрогорске находится одно стационарное учреждение, Электрорусский дом-интернат, и одно полустационарное учреждение, это Электрорусский комплексный центр. Соответственно, получатель услуг – это человек, который попал в сложную жизненную ситуацию, которому требуется оказать социальные услуги. Следующее понятие – профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании. Немножко сложно. Что это такое? Ну, в качестве примера могу привести неблуполучную семью. Нам легче предотвратить какое-то событие, нежели его потом лечить. Это как с болезнью. Если неблуполучных мы берем, это ряд мер. То есть, здесь задействованы все. Здесь задействованы школы, задействованы больницы, задействована наша полиция и задействована комиссия по делам несовершеннолетних. Соответственно, мы должны выстраивать работу таким образом, чтобы если в один из органов поступило какое-то заявление, или какой-то сигнал о том, что, к примеру, в школу пришел ребенок несколько раз грязный, к примеру, в плохом настроении, возможно, голодный. Все органы, которые участвуют в этом деле, они должны сделать нам сигнал. Соответственно, по этому сигналу мы выходим в семью и начинаем уже с семьей работать. То есть, ранняя профилактика – это как раз вот это. То, что мы выстраиваем свою работу таким образом, чтобы нам получить информацию до какого-то страшного события. Что такое стандарт социальных услуг и какие моменты он включает? Ну, новый закон ввел понятие «стандарты социальных услуг». Это понятие направлено для того, чтобы обеспечить качественные социальные услуги населению. К примеру, берем государственные учреждения. То есть, в государственных учреждениях должна быть доступная среда. То есть, любой человек, который хочет получить социальную услугу, он должен беспрепятственно обратиться, прийти в орган, чтобы написать заявление. Далее, это создание среды для слабовидящих людей, для слабослышащих людей. То есть, это все направлено для того, чтобы социальные услуги были стандартизированы во всех учреждениях. То есть, для человека было неудивлением прийти в другое учреждение, находящееся, допустим, не на территории города Электрогурска, и какую-то услугу получить, которую не оказывают в другом учреждении. То есть, все услуги у нас оказываться будут по стандарту. С новыми понятиями немножко разобрались. Расскажите, кто и каким образом и почему принимает решение об оказании социальных услуг? Ну, для того, чтобы встать на социальное обслуживание, нужно обратиться с заявлением в отдел суд защиты города Электрогурска. Далее, в отделе суд защиты города Электрогурска это будет заявление рассмотрено, и будет признана нуждаемость или ненуждаемость человеку социальных услуг. Как он узнает о решении? Мы оповестим уведомлением, позвоним, найдем способ, чтобы человеку довести до сведения. Расскажите, может ли человек по электронной почте это заявление написать, и может ли кто-то за него, если он сам не может прийти, например? У нас введено понятие такое, что по электронной почте человек, наверное, заявление подать не сможет, но человек может воспользоваться сайтом государственных услуг, через который может подать заявление. Но это в том случае, если у него есть электронная цифровая подпись. А кто-то из родственников или организаций может вместо этого человека подать заявление? Да, из организации может подать заявление любая организация, которая входит в межведомственное взаимодействие. Например, если человек попал в сложную жизненную ситуацию в больнице, то больница может написать заявление, чтобы мы поставили человека на социальное обслуживание. Для каждого получателя по новому закону разрабатывается индивидуальная программа. Как это происходит, как выглядит она? После того, как человек подал заявление к нам в отдел, мы разрабатываем совместно с претендентом на получение социальных услуг индивидуальную программу реабилитации. В эту программу мы включаем полный перечень мер, периодичность для того, чтобы в сложную ситуацию исправить. Далее вариант программы мы отдаем человеку на руки. Ну и, соответственно, человек имеет полное право сам участвовать в разработке индивидуальной программы. То есть он может с какими-то услугами согласиться, от каких-то услуг отказаться. Мы препятствовать этому не будем, но, соответственно, дадим свои рекомендации по составлению индивидуальной программы. Значит так, получатель социальных услуг приходит в отдел социальной защиты. Какие права и обязанности есть у него в плане взаимоотношений с отделом соцзащиты, с работниками? Ну, во-первых, все у нас услуги предоставляются по регламентам. В регламенте четко описано, сколько человек может провести в очереди за получением какой-то услуги. Ну, например, 15 минут, да, человек должен в очереди, чтобы получить какую-то услугу, находиться. То есть человек имеет право на дружелюбное отношение сотрудников. Но у нас с этим проблем нет. Ко всем своим подопечным мы относимся как к друзьям. Потому что люди к нам приходят, ну, наверное, не совсем с простыми ситуациями, да, и мы не имеем права переносить наш какое-то плохое настроение или какие-то другие проблемы на человека, обратившись к нам в отдел. Кроме прав, у получателя услуг, наверное, есть какие-то обязанности. Расскажите о них подробнее. Конечно, претендент на получение социальных услуг должен предоставлять достоверную информацию в отдел соцзащиты. Отдел социальной защиты Электрогорска пользуется доброй репутацией. Скажите, кто-то из других органов контролирует вашу работу? Ну, конечно, мы являемся территориальным структурным подразделением Министерства защиты населения Московской области. Соответственно, полный контроль за нашей работой. Это возлагается на функции Министерства защиты. Ну, и также любой житель нас сможет проконтролировать. Если у кого-то есть какие-то претензии к нам по работе, то можно обратиться напрямую в электронную приемную на нашем сайте. Напрямую в электронную приемную это министру. Соответственно, мы за все свои действия понесем ответственность. До 2015 года только государственные организации могли оказывать услуги социальной помощи. Теперь частные организации могут выполнять эту работу? Да, новый закон допускает частные организации к оказанию социальных услуг. Для того, чтобы частной организации попасть в регистр поставщиков, ему нужно сначала обратиться в Министерство защиты населения. Потому что регистр поставщиков в соответствии с законом ведет субъект федерации. Это в данном случае Московская область. Ну и Министерство защиты населения будет решать, соответствуют ли данные предприниматели стандартам оказания услуг. Или соответствуют, включать его в реестр или не включать. Соответственно, в течение всего времени работы поставщиков этот реестр будет обновляться. Какие-то предприятия будут оттуда исключаться. Какие-то будут добавляться. Смогут ли частные организации должным образом оказывать эти услуги? И кто будет следить за их качеством? Ну, за качеством оказания социальных услуг будет следить Общественный совет. Применение СССР, защита населения. А смогут, не смогут, это только время покажет. А кто в этот Общественный совет входит? В этот совет входит общественный деятель. Области или город? В области, то есть в Общественном совете находятся люди, которые имеют определенную репутацию. И Общественный совет создан Министерством социальной защиты населения Московской области. То есть он вправе контролировать по стандартам работу всех учреждений, которые оказывают социальные услуги. Владимир Анатольевич, в заключении нашего разговора расскажите, пожалуйста, о целях введения нового закона 442 ФСАИ. Новый закон 442 ФСАИ направлен на оказание качественных социальных услуг. В новом законе есть ряд формулировок, есть ряд изменений, которые на конкурентной основе позволят оказывать качественные услуги как государственным организациям, так и негосударственным организациям. Я думаю, это все будет только на руку нашим жителям. Замечательно. Ну что же, наша передача закончена. Мы желаем вам всего доброго. Увидимся на ТВЛ. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова